Именно жизнь после смерти, она определяет значение человека для Родины. То есть, если его дело не умирает, а живет дальше, то, естественно, он остается в памяти и действует для всего народа. Передвижная стендовая выставка «Святой благоверный князь Александр Невский, небесный покровитель русских императоров» открылась в Одинцовском кампусе МГИМО. Экспозиция создана Фондом Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество и Институтом всеобщей истории РАН при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Вы погрузитесь в мир Александра Невского и посмотрите глазами выдающегося полководца, государственного деятеля и дипломата на те события, которые происходили как раз в его эпоху. Его слова, сказанные некогда не в силе Бога, а в правде, были как бы фундаментом, отсчетной точкой управления нашим с вами российским государством. «Историю, дорогие мои, надо знать, чтобы не совершать ошибок. История не прощает ошибок. Потому-то само повествование о исторической личности Александра Невского нам всем необходимо изучить и знать». Выставка знакомит посетителей с историей жизненного пути Александра Невского и его почитания представителями Императорского дома Романовых. Рассказывает о том, как ценили великого полководца за многочисленные духовные подвиги, дипломатические заслуги и политические свершения. «Святой благоверный князь Александр, которому они всегда во всех случаях жизни, во всех трудных ситуациях своего правления обращались молитвенно. Естественно, ему посвящали храмы. Именно ему, Александру Невскому, они посвящали разные благотворительные свои подвиги, так скажем, да, и основания военных училищ, богоделин». Предвижная выставка пользуется популярностью. Ее уже посетили более 30 тысяч человек. Она экспонировалась в Свердловской, Брянской, Тульской и Московской областях. В планах организаторов продолжить экспозицию в вузах Москвы. «Мы не должны только развлекать, мы должны воспитывать. И хочешь, не хочешь, молодежь будет проходить, она увидит фотографию, она увидит какой-то заголовок, что-то зацепит, что-то нет, над чем-то они хихикнут, что-то заставит задуматься. И выставка в этом плане сыграет свою роль». Станислав Трифонов, Елена Краева, телекомпания «Одинцова».